МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кроме того, с нами старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований МОРАН, кандидат в исторической науке Станислав Причин. Станислав, добрый вечер. Добрый вечер. Добро пожаловать в Азербайджан, добро пожаловать в Баку. Уважаемые гости, я только понимаю, что зритель это понимает, что вы сегодня были участниками форума «Карабах. Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности». На этот раз эта часть форума проходила в Университете Ада, и там был президент Азербайджана, который общался с экспертом. Было порядка 60 экспертов из 30 стран. Поэтому я позволю начать, хотелось бы, с общего вопроса. Понятное дело, что разговор был три часа. Три часа господин президент отвечал на вопросы. Но каждый, как говорится, ввиду своих каких-то интересов, берет для себя самое важное. Вот, Фарис, ваше мнение. Далее, Станислав, ваше мнение. Что, на ваш взгляд, было самым важным из этого трехчасового разговора? Спасибо еще раз. Добрый день и спасибо за приглашение. У нас в Университете Ада сегодня проходил очередной традиционный форум, международный форум. И это уже пятый раз, когда господин президент участвует на нашем форуме, отвечает на вопросы участников. Было очень много интересных вопросов. Ну, главное, конечно, было мир и развитие на Южном Кавказе. Взгляд на будущее, каким господин президент его видит, каким его видят участники, как будет строиться мирный процесс с Арменией. Дело в том, что вчера также мы побывали в Зангелане, участники были в Зангелане. И вот именно с перспективы развития Карабаха, развития наших новых поселений, возвращения беженцев и вынужденных переселенцев, основное ударение было на этом. И главное, что я взял для себя, это то, что господин президент оптимистично смотрит на будущее Южного Кавказа. Мы обсуждали мирный процесс. Он считает, что Карабахский конфликт разрешен. И основной упор сейчас будет на развитие инфраструктуры. Но и также были основные, знаете, ключевые моменты по поводу западных переговорщиков. Это мы тоже, наверное, будем отдельно обсуждать. Однозначно. Об этом было много. Были даже какие-то неожиданные моменты. Даже, я бы сказал, в некоторых моментах даже накипело. Но давайте узнаем мнение Станислава. Что для вас было самым важным? Да, действительно, очень интересная конференция. И я с 2021 года, когда первая конференция проходила в апреле, тогда принимал участие. И каждая встреча с президентом, она дает определенный срез, понимание того, что сейчас на самом деле важно. То есть, если в апреле 2021 года было совершенно другое настроение, несколько месяцев после окончания Второй Крабахской войны, во многом много было такого позитивного, даже определенная эйфория была. Затем встречи проходили уже в других немножко условиях, когда те ожидания оптимистичные от быстрого переговорного процесса, имплементации заявления о перемирии трехстороннего, которое было достигнуто в ноябре 2020 года при посредничестве российской стороны, они несколько менялись, были претензии к российским миротворцам, были сложности со встречами, менялись форматы. То есть, на каждой встрече что-то происходило особое. Сейчас эта первая встреча была после окончательного решения Карабахского вопроса. И президент, по моим ощущениям, был максимально позитивен. То есть, по тем вопросам, особенно по которым удалось достичь прогресса, да, по ряду направлений, там, тоже западное было предельно критичное, но при этом президент был максимально дипломатичен, и двери открыты даже для тех партнеров, которые воспринимаются сегодня как не совсем позитивные с точки зрения дальнейших перспектив. А так, в целом, предметный, как всегда, был разговор. Три часа, огромное количество фактов, часть новых моментов. Обговорили практически все элементы, как в целом программы восстановления Карабаха, так и вопросов транспортной логистики. Опять же, господин президент говорил о том, что да, у нас приоритетно построить Зангизурский коридор, как мы договаривались в рамках трехстороннего заявления. Он, конечно, объяснил, в чем там сложности есть, в чем различия сторон, но при этом дал и подробное объяснение того, как обстоит дело с обходом через Иран. Поэтому здесь, в этом плане, как всегда, была максимально подробная и обширная картина дана нам для того, чтобы понимать, что нам от Азербайджана ждать в плане регионального сотрудничества и что ждать вообще от развития региона. Господин президент действительно касался и переговорного процесса. И что интересно, насколько это позволяла ситуация, он приоткрыл ту часть переговорного процесса с Арменией, где мы говорим о достижении такого прочного будущего мира. И он сказал, что после проведения, я буквально цитата, я понимаю, что вы это все слышали, но чтобы и зритель понимал, после проведения 19 сентября антитеррористических мероприятий, мне кажется, это препятствие исчезло. Имеется в виду то, что Армения на протяжении после войны, мы когда обсуждали мир, они всегда хотели внедрить в этот документ каким-то образом то, что касается армян, живущих в Карабахе. Господин президент сказал, что это препятствие само по себе исчезло. И на местах, либо в мирном договоре будет определен вопрос обоих общин, имеется в виду и армян, живущих в Карабахе, и азербайджанцев, которые вынуждены были покинуть Армению, либо мы вообще не будем об этом говорить. По вашим ощущениям, господин президент действительно в полном мере этот вопрос исчез. Но нет ли у вас ощущения, что он физически может исчезть, но он остается в головах в первую очередь даже не столько у самой Армении, сколько у ее новых партнеров, которые то ли смириться не хотят, то ли принять эту реальность не хотят. Но есть противодействие, есть отказ от признания той ситуации, которую мы имеем уже после вот этих сентябрьских мероприятий. Я думаю, что насчет мирного договора президент сказал очень ключевую фразу, и мы часто об этом не задумываемся. Мы всегда считаем, что подписание документа является главной целью. И вот господин президент сегодня сказал, что да, это важная часть подписать какой-то документ, но он сказал, что помимо этого, помимо самого подписания документа, есть еще и много примеров стран, которые сосуществуют, работают, сотрудничают, и без мирного договора, и наоборот, он сказал, есть мирные договора, которые часто нарушаются. Поэтому он сказал, главное, чтобы в самой Армении понимали, что реалии поменялись, чтобы больше не было территориальных претензий, чтобы не было реваншизма, чтобы не было попыток усилить армию и надеяться на новые какие-то военные действия. Он сказал, что главное, чтобы вот это, если произойдет, если армянская идеология, если армянский национализм поменяет свою форму, то тогда сам факт подписания мирного договора будет очень легко достичь. Также он дал особый месседж и западным партнерам. Он сказал, что вот Армения сейчас как бы очень резко меняет одного старшего брата на другого старшего брата. И сказал, что это на самом деле не очень будет результативным для самой Армении, потому что вот те же самые европейские партнеры Армении, они находятся далеко от региона, они не очень привязаны к этому региону. И поэтому Армения должна понимать, что настоящее устойчивое видение мира – это в союзе и в взаимодействии со своими соседями, а не с далекими какими-то старшими братьями, партнерами. Вот я думаю, что вот эти основные месседжи самой Армении, а также западным посредникам, были главные оформляющие процессы мирного договора. А то мы как-то часто думаем о самом документе и не очень сильно обращаем внимание на контекст, на окружающие условия. Несомненно, да. Сама бумага, ее можно подписать, но вот все остальное это надо будет на многие годы формировать. Станислав, ваше мнение, все-таки вот из того, что сказал Фариз Майалем, я так понял, что все-таки в самой Армении умонастроения их элит должны поменяться, помимо того, что вот это все касается, да. А вот по-вашему, все-таки меняется ли что-то там? И то, что Фариз Майалем обратил на то внимание, на то, что вот Армения в поисках союзника, даже не совсем понятно, нашли они его или нет, такой вечный процесс превращается в Армению. Он вообще… Есть какая-то логика там? Вы видите какое-то, знаете, рациональное что-то в таком поведении Армении? Вопрос непростой, потому что, с одной стороны, да, мы видим, что Армения и вот российско-армянские отношения переживают не самый лучший период с точки зрения вот тех стандартов, тех договоренностей, которые существуют. Но, опять же, да, здесь такое ощущение, что по большей части присутствует какое-то, скорее, эмоциональное и рациональное начало в политике руководства Армении, потому что, ну, по большей части представить себе, что Франция может стать сопоставимым партнером для Армении в вопросах безопасности, хотя бы даже, ну, вот с точки зрения географии, хотя бы с точки зрения инфраструктуры, с точки зрения того, что кто там реально занимается охраной границы в Армении. Ну, представить себе французских пограничников, ну, довольно сложно, которые будут нести всю ответственность за охрану границ. Вопрос экономики тут тоже настолько всеобъемлющее наше сотрудничество и зависимость Армении от российского рынка, от российских энергоресурсов, от инвестиций, от российского рынка труда, что мне, как эксперту, ну, сложно представить, что вот этот вот эмоциональный посыл армянского руководства на разрыв, что вот мы ищем партнеров, искать там символизм в небольших поставках ограниченных партий вооружения, что это уже прямо серьезный факт замены. Мы видим, что даже сегодня определенный откат уже есть вот в этой риторике, которую мы последние несколько недель наблюдали. Вот сегодня пришли новости, что там долг российских компаний за непоставленное вооружение будет решаться в конструктивном ключе с подачей, опять же, Еревана. Соответственно, мы видим, что определенная риторика сходит. И происходит определенное переоспасление, осознание того, насколько важно сохранять отношения с партнерами, которых даже ты считаешь, что, может быть, они там не выполняют до конца свои обязательства, что не является фактом, на самом деле, с российской стороны. Поэтому здесь вот этот поиск имитания, они рано или поздно все равно наткнутся на реальность безальтернативности поиска нормальных отношений как с соседями, так и с ключевыми партнерами, которые есть. В отношении прихода более рационального подхода Армении по урегулированию здесь каких-то серьезных позитивных сигналов я пока не вижу. После Второй Карабахской войны мы с коллегами проводили исследования, в том числе построенные на экспертном опросе российских экспертов, которые занимаются, ну и самое главное, армянских и азербайджанских. И тогда одним из вопросов был, насколько вероятно вы оцениваете позитивные разрешения конфликта. Даже армянские эксперты, да, это было ограниченное исследование, но экспертное, то есть люди, которые вовлечены, которые понимают, как работают международные процессы, как минимум половина армянских экспертов тогда смотрели более позитивно на ситуацию, что в конечном итоге удастся разрешить вопрос, пусть даже в таких невыгодных эмоциональных и геополитических условиях для Армении. Это был март-апрель 2021 года. Сегодня мы видим, да, что никаких шагов с армянской стороны не было предпринято, то есть ни поражение в войне, ни исход армянского населения из Карабаха никаким образом не повлияли в позитивном ключе на позицию армянского руководства, да, к сожалению. Мы видим, опять же, там та же риторика, та же отказ от, в принципе, понятной и согласованной уже повестки, что по мирному договору, по принципу регулирования, по тем же транспортным коридорам, но это безальтернативно открывать транспортные маршруты, начинать торговать друг с другом, но мы видим, что до сих пор вот эта позиция и рациональное руководство Армении, она сохраняется, то есть ни по одному из транспортных маршрутов нет никакого движения, то есть абсолютно не прагматичная политика, да, то есть максимально переживать обиды, искать повод не решать вопросы и, соответственно, загонять себя еще в более сложное геополитическое положение, то есть здесь мы пока каких-то вот сигналов о том, что Армения готова будет в конечном итоге, да, садиться реально за стол переговоров, и по границе нужно будет договариваться, нужно будет решать вопрос с транспортом, нужно будет вопрос решать с транзитом азербайджанских грузов и других грузов через Армению, если вопрос об этом станет, но для этого нужно договариваться и выполнять свои обязательства в рамках уже существующих договоренностей, к сожалению, этого мы не видим. Да, я думаю, что ключевое, что сказал Станислав, это отсутствие прагматизма, да, к сожалению, мы люди в Азербайджане, отсутствие этого прагматизма вот с армянской стороны мы десятилетиями видим, потому что вот то, что мы пришли ко второй Карабахской войне, я глубоко убежден, что проявление прагматизма, то, что было на виду, можно было избежать. Но мы несколько раз поговорили о наших западных партнерах, я хочу уже предметно поговорить об этом, и, конечно же, тут в первую очередь Франция, о которой говорили, о ее деструктивной деятельности, там президент объяснял, разъяснял, почему он не поехал на Гранаду, вот в этот, на пятисторонние переговоры или как-то. Ну, он сделал акцент на то, что французская сторона сделала ряд шагов, в том числе высказывая непосредственно президента Франции Эммануэля Макрона, которые, как бы, были восприняты неоднозначно в Баку, которые посчитали неприемлемы, поэтому, как говорится, участие абсолютно Азербайджана там лишалось какого-либо смысла, и Баку искренне удивлен в том, что, как уже неоднократно, в принципе, мы говорили, и господин президент это отметил, отвечая, что они обсуждали нас без нас, пытались решить вопросы какие-то касающие Южного Кавказа, при том, что всего одно государство там было с Южного Кавказа, это Армения, которая, ну, надо сказать, что весовой категории довольно слабая и мало что решает. Но, Фальмам, есть ощущение, что Эммануэль Макрон стал меньше говорить по нашей тематике, ну, скажем, последний месяц-полтора. То, что они свою деструктивную деятельность через Институты Европейского Союза и сами продолжают оружие-то поставлять. Но, говорит, риторики стало меньше. Ну, во-первых, если у вас такое ощущение, что риторики стало меньше, и второе, вот этой риторики стало меньше, если стало меньше, это признание ошибки или желание все-таки вернуться в переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном? Я буквально одну фразу скажу по прошлому вопросу. Господин президент сегодня два раза упомянул, что Армения более 70 дней тянула ответ по мирному договору. И если страна заинтересована в мирном договоре, то она должна быстрее отвечать, а не тянуть на несколько месяцев. И то, что Армения тянет со своими ответами, причем не первый раз, это показывает, что они пытаются тянуть время и не совсем заинтересованы в согласовании этого документа. Сегодня по западным партнерам, по западным медиаторам прошлись несколько раз во время конференции. Первый удар был по самому Боррелю, потому что вы знаете, что он недавно сказал вообще какие-то лживые факты, лживые цифры, та же цифра, которую сами армяне не называют, но Боррель почему-то решил это употребить. Насколько вообще дипломат должен вот такими лживыми фактами пользоваться, это вообще как бы немыслимо. Также было упомянуто некоторые заявления американских высокопоставленных чиновников, которые сказали, что они будут противодействовать или, скажем, не разрешать новые транспортные артерии, которые Азербайджан строит со своими соседями, как Америка собирается это предотвратить, это неясно. И насколько вообще за Инглазурский коридор, который Азербайджан всегда хотел, теперь Армения не хотела, Азербайджан хотел, теперь почему-то стало виной Азербайджана, что он не осуществился. Ну и по Франции, конечно. Франция, высказывания, может быть, не используются со стороны Макрона в последнее время, но поставки вооружений в последнее время увеличились. Причем это серьезное вооружение, которое даже в свое время рассчитывали послать на Украину, теперь посылают в армянские военные части. Кроме того, мы знаем, что Франция очень сильно работает против Азербайджана на международных форумах, конференциях. Даже вот недавно, когда Урбан Форум принимал решение, где проводить следующий свой конгресс, и решение было принято в пользу Азербайджана, там тоже были определенные закулисные игры и борьба, и французы, и на саммите Франкофонии, и на других площадках против нас работают. Поэтому, в принципе, французская дипломатия активно работает, она мешает мирному процессу, она тормозит сближение позиций Армении и Азербайджана, почему-то дает фальшивые надежды армянскому руководству, что вооружаясь и усиляя свою армию, в будущем Армения сможет добиться каких-то перемен. Поэтому Макрон, может быть, в последнее время сам и лично молчит, но французская дипломатия активно работает. То есть, суть дела не меняется. Я думаю, что они, в принципе, взяли такой курс, бить по позициям Азербайджана, и они продолжают это делать. Станислав, ваше мнение по этому поводу, я просто должен отметить, что как гражданин Азербайджана есть ощущение того, что мы имеем дело уже, в принципе, на переговорах и противодействии. То, что 30 лет у нас было противостояние с Арменией, перед нами, в принципе, вполне такая ядерная держава Франция. И по большому счету Армения, как бы уже, как бы ее и нету, по большому счету, по большому счету Фаризмалям абсолютно прав, что на всех международных площадках, в принципе, Армении смысла-то особо нет. За них работает МИД Франции. То есть, вот такая ситуация. И здесь же все-таки, если они... Ну, в головах армян, Франция как бы каким-то странным образом должна заменить для них Россию. И вы, в принципе, ответили вначале, что как бы они далеко и так далее. Но почему это продается все-таки в Армении? Мне сложно сказать. Тут ведь вопрос в том, что российская армия должна была защищать Армению во время, ну, по ожиданиям с армянской стороны во время Второй Карабахской войны. То есть, разочарование есть. И вот этот наш кризис в отношениях во многом связан с тем, что ОДКБ не выполнили свои обязательства, Российская Федерация не выполнила какие-то свои обязательства. То есть, целый пакет претензий к нам, но при этом, как бы, большая часть из которых строится совершенно голословно. ОДКБ невозможно было привлечь ко Второй Карабахской войне, потому что с юридической точки зрения это был вообще неприменимый объект. То есть, это не была часть Армении. Сюда нельзя было подключить никакой из договоров ОДКБ. Потом по вопросу ОДКБ, опять же, существенный момент, что все вопросы решаются коллегиально в организации. Соответственно, с учетом того, что мы это обсуждали, кстати, на последнем российско-азербайджанском экспертном совете, что получается, что партнеры Армении по ОДКБ на самом деле гораздо более ближе к Азербайджану, чем к Армении. Мы практически про всем, что Кыргызстан, что Казахстан, что Белоруссия. То есть, получается, что Азербайджан должен был частью ОДКБ, потому что, если рассматривать с точки зрения коллективной безопасности, у Азербайджана как раз гораздо более ближе отношения со всеми этими партнерами, они более предсказуемы. Вот с этой точки зрения. Поэтому здесь, в принципе, получается, что у Армении в силу ограниченности ресурсов всегда была опора на кого-то внешнего, кто придет, защитит. Исторически получалось, что это Российская империя, помогала защищать и в войнах, и русско-персидских в свое время. И, видимо, вот этот исторический нарратив, он до сих пор сохраняется, что кто-то должен нас защитить, кто-то нам что-то должен. На этот раз это должно сделать француз. Ну, судя по всему, да. Но у Франции же мы же должны тоже четко понимать, что для Франции Южный Кавказ – это попытка в глазах избирателей того же Макрона хоть частично компенсировать то, что происходит в Африке. Повсеместный исход, классическая империя Франции фактически рушится на наших глазах. Из последних стран, в которых Франция еще имела серьезное присутствие, тот же Нигер, изгоняют, ну, фактически с позором французов. И, соответственно, для страны, которая имела и имеет сегодня какие-то такие глобальные геополитические амбиции, это пережить непросто. Соответственно, в таких условиях возникает потребность в точке приложения, а где мы можем распавить плечи и показать себя как глобальный игрок. Ну, здесь вот все совпало. Да, кризис в отношениях Армении с Россией. И, соответственно, да, возможность безопасна для себя, потому что нет коренных интересов Франции, нет каких-то серьезных имиджевых рисков, да, то есть беспроигрышная ситуация поиграть в экономическом плане у Азербайджана с Францией не такие глубинные отношения, хотя компания «Тоталь» до сих пор здесь работает, что показывает, опять же, да, прагматизм части французской экономической элиты. Поэтому здесь вопрос, опять же, да, что по большей части это выглядит как такая вот игра, где все выполняют какие-то свои определенные роли, да, не ожидая, что это к чему-то реально приведет. То есть, ну, в случае какого-то реального конфликта, не дай бог, сложно себе ожидать, что здесь появится там французский спецназ, который будет защищать Ереван, и поэтому по большей части это все вот пока выглядит как такая больше символическая игра. Чуть-чуть, наверное, фактор Турции тоже есть, потому что французы чуть-чуть сейчас ревнуют, я думаю, Турцию, и в вопросе Средиземноморского бассейна, и в вопросе Ливии, и пытаются как-то чуть-чуть насолить Турции, потому что все-таки победа в Карабахе – это также победа тюркского мира, и поэтому вот этот фактор тоже есть. Во всей этой истории, как жители Южного Кавказа, хочется сказать, а при чем тут мы, да? Вы если теряете в Северной Африке что-то, ну, может быть, начать там что-то разбираться? Но господин президент говорил и о взаимоотношениях Азербайджана с Европейским Союзом, и там было достаточно, знаете, как, ну, я сейчас проведу цитату, на мой взгляд, это такой уникальный подход Азербайджана есть в этом, там, если не ошибаюсь, речь зашла о членстве, возможно, членстве Азербайджана в Европейском Союзе, он сказал, что мы живем в реальном, а не в виртуальном мире, то есть если там не примут Азербайджан, то зачем нам стучаться в эту дверь, и зачем беспокоить хозяина? В то же время, почему мы должны в каком-то смысле позорить себя? Мы не стремимся к этому, мы нашли способ наладить сотрудничество и наладить отношения, имеется в виду с Европейским Союзом. И тут, знаете, уважаемые гости, мне хотелось бы узнать, вот такой подход Азербайджану, довольно, я опять же подчеркиваю, это уникальный подход, смелый такой подход, он скорее может обидеть чиновников Брюсселя, или они, например, будут рады, что хотя бы одна страна говорит, что не хочет быть членом Европейского Союза. Дело в том, что вокруг примеров мало, вокруг наоборот, все говорят, примите нас в Европейский Союз. Некоторые страны, называть даже не вижу особого смысла, готовы, ну и не готовы, они по факту идут на ограничение своего суверенитета, на то, что где-то там, в горизонте, далеко, может быть, членство Европейского Союза. Вот как думаете, люди, которые чиновники слушают это в Брюсселе, какое у них отношение? Ну, у президента был еще такой момент, когда он упомянул пример Турции, который давно ведет переговоры, и турцы обещали членство Евросоюза, но не сдержали своего обещания. Также был пример балканских стран. То есть мы видим, что некоторые страны все еще стучатся в двери и безрезультативно. Поэтому позиция президента очень прагматичная. Он считает, что если Евросоюз не готов принимать Азербайджан, то зачем нам стучаться в эти двери, зачем создавать новые для себя риски со своими соседями. Можно сотрудничать на экономической площадке, можно какие-то проекты модернизации делать совместно, но вот как бы делать громкие заявления, обещания, что мы хотим быть членом Евросоюза, какая польза от этого? От этого никакой пользы не будет. Войнопрезидент нацелен на прагматичное сотрудничество, на прагматичные проекты, на то, чтобы эти проекты были полезны обоим сторонам и без всяких лишних громких политических заявлений. Скажем, мы видели, что в свое время Саакашвили делал такие заявления, и они обычно создают больше интриги, больше проблем, чем пользы приносят. Поэтому Азербайджан с Евросоюзом, особенно в сфере энергетики и в сфере транспортных коридоров, нацелен на прагматичное, на конкретное сотрудничество без политических каких-то громких заявлений. Станислав, мы знаем, что специфичные отношения сейчас сложились между Москвой, Брюсселем, между Европейскими Союзами и Россией. Но опять же, я хотел бы, как это выглядит со стороны, когда вы эту ситуацию видите, когда, опять же говорю, по периметру даже России, там страны просто, ну, не хочу это слово говорить, но все-таки, ну, почти умоляют, что, ну, примите нас в членстве. Понятное дело, что для них, по большей части, это вопрос не ценностей, а вопрос в том, что за них готовы будут заплатить. Ну, и часть суверенитета отдать, ну, как говорится, так сказать, ну, можно. Вот соседняя Армения, где сейчас очень много рассуждает о членстве Армении, о возможном членстве Армении, они даже документы не подают, но уже говорят, это, конечно, странно. Но как эта ситуация, эта позиция Азербайджана выглядит со стороны? С большим уважением, потому что, действительно, даже в рамках восточного партнерства Азербайджан всегда исходил из своих интересов и здесь не встраивался в эту общую европейскую повестку. Мы все должны в конечном итоге оправдать ожидания наших партнеров, открыть наши рынки, ограничить суверенитет. То есть это работает с украинцами, это работает с молдаванами, с молдаванами, это работает в той же Грузии. То есть все готовы пойти беззаветно в Европейский Союз, который на самом деле мало что обещает. То есть вот та картина мира, которая предполагает, что в отдаленной перспективе ты можешь вступить в Европейский Союз, она должна все-таки строиться на реальном анализе. В Азербайджане все это четко понимают. Но мало кто проговаривает о том, что, посмотрите, Болгария и Румыния уже много-много лет являются членами Европейского Союза, уже 20 лет уже скоро как будет. Они до сих пор не являются ни членами, ни частью зоны евро, ни частью шенгенской зоны. Соответственно, это показывает, что внутренние проблемы этих стран даже за 20 лет не удалось решить и не удалось повысить стандарты жизни, безопасности, введение документа оборота до уровня, который есть в западноевропейских странах. О чем это говорит? О том, что европейская интеграция – это не панацея. Она не может автоматически означать, что вы, вступив в эту организацию, в один день станете продвинутым, успешным государством со всеми необходимыми стандартами. Это долгосрочная работа, и которая требует, в первую очередь, своих собственных усилий что-то делать. Здесь, присоединяясь к Европейскому Союзу, у тебя как бы есть дорожная карта, что ты должен делать, но при этом есть дядя, который постоянно может тебя наказать и сказать, вот вы не выполняете такие обязательства, вы не выполняете другие обязательства. Это однозначно шаг в сторону потери суверенитета, лишения себя возможности поиска каких-то альтернатив, различных вариантов. Ключевой камень того же украинского конфликта – это было найти компромиссный вариант взаимодействия с двумя ключевыми своими торговыми партнерами. Что Российская Федерация, что Европейский Союз. Увы, вот этот камень так и не удалось разрешить. В конечном итоге, да, мы имеем, что имеем. Вот здесь нужно понимать очень четко, и в азербайджанском руководстве это все понимают. Есть сферы, по которым Азербайджану выгодно сотрудничать с Европейским Союзом. По ним это успешное сотрудничество развивается. При этом никто никаких дополнительных условий по правам человека, по другим вопросам политического развития, которые Азербайджану не нужны, никто не задает. Потому что Азербайджан сам определяет повестку взаимодействия. Кроме как уважения, такая позиция не может вызывать ничего, и в Москве очень ценят такой подход и азербайджанского руководства. Вот Станислав сказал очень ключевое слово, не является панацеей. Практика показала, что можно хорошо жить, не быть Европейским Союзом. Более того, можно выйти из Европейского Союза и продолжать жить хорошо. Примеры этого есть. А можно, как говорится, быть Европейским Союзом и столкнуться с колоссальным оттоком населения, то, что видели в Астане. Но каждый выбирает сам, если им это интересно, это другое дело. А можно стараться быть членом Европейского Союза и за это время получить столько проблем на свою голову, что больше проблем, чем дивидендов. Да, это каждый будет решать сам в данном случае. Важно стратегическое видение. К сожалению, в соседней Армении, опять же, это скорее какие-то такие среднесрочные. Что будет дальше, люди то ли не хотят думать, то ли не думают, но это их дело. Но я бы хотел немножко коснуться того, что происходит, какую оценку дает президент Азербайджана по поводу, ну, мы вне региональных сил, которые хотят что-то сделать в нашем регионе, вмешаться во что-то, влиять на какие-то процессы. И здесь, опять же, я подчеркну, что самая большая, ну, тонкость заключается, что она касается вопроса безопасности. Вот здесь уже проблема. Он, в частности, сказал, господин президент, он сказал, что Франция и Индия вооружают Армению, как говорится, подливая масло в огонь и формируя у Армении нереальное представление о ситуации. Товарищ президент отметил, что Армения может, вот, получив это оружие, может думать, что, используя это оружие, она сможет заново оккупировать Карабах. Я еще не говорю о качестве этого вооружения, сказал президент, но говорит, что даже если это самое вооружение, ну, будет у них, сам процесс вот заново, чтобы оккупировать, это невозможно, потому что результаты войны достигаются благодаря людям и их духу. Ну, опять же, тему можно развивать больше, потому что потенциал Азербайджана, демографический, экономический, по поводу союзников, по поводу того, как мы, например, с тем же Евросоюзом можем говорить, Армения себе этого позволить не может, это показывает, что Армении шансов нет. Но армянские политики не отличаются своей, скажем, ответственностью. Поэтому, уважаемые гости, у меня такой вопрос. А какой план на случай, если вот, ну, вот это масло в огонь все-таки бросили, и пламя разрастается? А какой план у этих стран, которые вот думают, что накачивают Армению вооружением, это что-то, вот тоже Франция, ну, Индия совсем, я вообще не представляю, как Индия на эту ситуацию, ну, тоже, в чем план Б заключается? Я думаю, это будет очень большая стратегическая ошибка Пашиняна и вообще в целом армянского руководства, если они будут надеяться, что благодаря новым каким-то союзникам, в том числе Индии и там Франции, ряду других европейских стран, они смогут создать новые реалии и смогут какой-то формат реваншизма, скажем, осуществить. Это будет на самом деле большой крах и большой угрозой самой государственности Армении, потому что Азербайджан в военном смысле очень намного сильнее, Азербайджан, значит, еще пока не подписан мирный договор, Азербайджан всегда говорил, что территориальная целостность самой Армении еще тоже под вопросом, потому что пока они не признают нашу территориальную целостность, мы тоже не будем признавать их центральную целостность. И в целом вот даже многие сами аналитики говорят из Армении, что сама будущность государственности и суверенитета Армении тоже под вопросом. Поэтому если будет какой-то новый поворот событий и Армения попытается сделать реваншизм, то, конечно же, это будет в конечном итоге плачевная ситуация для самой Армении, а внешние игроки, они просто отойдут в сторону. Мы такие моменты видели в ходе истории, когда подливают масло в огонь, а потом отходят в сторону, и страдает сама страна, которая была объектом вот этих, значит... Геополитического инжиниринга, скажем. Инжиниринга, можно вот так назвать. Я не думаю, что Франция будет воевать на Кавказе, поэтому надо самой Армении реалистично подумать и посмотреть на ситуацию, и не искать новых каких-то, как я уже сказал, старших братьев, а больше нацелиться на сотрудничество со своими соседями. Понятно. Стасист, вот опять же, пользуясь тем, что у нас гость непосредственно из России, вот подливают масло в огонь. Окей. Пожар, огонь разрастается. В чем план Б этих людей? То есть опять будет виновата Россия во всем? Как ни странно, да? Ну, сложно. Я, во-первых, все-таки считаю, что это маловероятный сценарий, потому что все равно, как Резму Алим отметил, итоги Второй Карабахской войны, итоги операции в сентябре показывают, что у Армении, ну, в военном плане, даже при условии, что будут поставлены какие-то образцы вооружения, но очень мало шансов переиграть в силу целого комплекса причин. Демография, там, боевой дух, опыт ведения современной войны, да, итоги. Все равно для того, чтобы каким-то образом переломить ситуацию, нужно кардинальным образом перестраивать те же вооруженные силы, да. Кроме каких-то точечных поставок вооружения, мы ничего другого не видим. И рассчитывать в таких условиях, что вот там у нас появилось несколько там новых броневиков, и мы можем ситуацию переломить. Во-первых, тоже, опять же, нужно понимать, какая стратегическая цель, да, вот что здесь предстоит. Поэтому вот обобщая все эти факторы, я все-таки склоняюсь к тому, что это, скорее всего, опять же, используется просто как элемент нагнетания, да, попытки каким-то образом через иррациональное, эмоциональное попытаться на Азербайджан надавить, не включаясь реально, я имею в виду руководство Армении, все-таки, мне кажется, должны четко понимать, что у военного дальше решение конфликта его быть, ну, по определению не может, иначе можно вообще все потерять. На что здесь рассчитывает Франция, тоже большой вопрос. По тем же броневикам, которые пришли, по ним тоже прошла информация, что изначально их рассматривали для отправки на Украину, но они недостаточны для ведения войны в современных условиях, да, недостаточная степень защиты, недостаточная проходимость. С учетом, там, театра боевых действий, которые предполагаются здесь, горная местность, ну, с трудом я себе представляю, что ограниченная партия броневиков с не самыми лучшими характеристиками может вообще что-то поменять. Поэтому здесь, опять же, мне кажется, Франция играет в первую очередь в рамках вот своей какой-то геополитической игры, демонстрации того, что, а мы тоже можем, у нас еще остаются партнеры, которые заинтересованы в нашем вооружении, но, опять же, нужно смотреть реальную ситуацию на Земле, как она происходит, да, там, условно, те же Байрактары были максимально эффективны в условиях вооруженного конфликта с низкой насыщенностью ПВО, но украинский конфликт показал, что при продвинутой системе ПВО они вообще не работают. Поэтому здесь, как бы, тоже нужно понимать, для чего и что это делается. Поэтому вот, ну, позиция Франции, она, опять же, максимально такая эгоистичная, максимально иррациональная, но имеет под собой, опять же, вот этот бэкграунд и французский, и нереализованные амбиции геополитические Франции. Да, ну, опять же, приходим, в некотором смысле, к этим ключевым словам, прагматизм, рационализм. Ну, то, что французы далеко они могут себе такой комфорт позволить, что не быть рациональными, это понятно, но, вот, как говорится, соседние Армении, почему не хотят быть рациональными, это другой вопрос. Уважаемые гости, я хотел бы подытожить наш разговор не совсем по поводу темы форума, а в том, что касается, ну, вернув нас на один день назад, это вчера в Москве была встреча глав МИД Азербайджана и Российской Федерации, и, как господин Лавров сказал, азербайджано-российские отношения находятся на подъеме, и тут надо сказать, что это же, в принципе, характерно для азербайджано-российских отношений все эти последние годы, да, нам очень сложно, да, есть вопросы, которые, скажем так, стороны готовы обсуждать, и могут обсуждать, что очень важно, но вот этот на подъеме, мы их наращиваем, эти отношения. Но тут складывается такая ситуация, что в той же Европе, опять же, если мы говорим о Западе, да, формируется какая-то категория лиц, политиков, для которых нет оттенков, для которых есть черное, белое, все, больше ничего нет, и взаимоотношения Азербайджана с Россией, они каким-то образом воспринимают, знаете, как это как бы якобы Баку под какую-то диктовку и против кого-то, да, идет. Я бы все-таки хотел бы понять вот что. Возьмем, почему так сложно бывает понять, что, ну, в Азербайджан следует фарватере своих национальных интересов, как каждая страна. Дело в том, что, ну, опять же, если касаться отношений с Российской Федерацией, ну, большая часть мира, большая часть мира имеет те же отношения многие годы, они ничего там не меняют, да. То есть я имею в виду, что такое действительно в мире происходит, какие-то вот проблемы. Почему, в чем связана сложность понять, что страна в данном случае действует фарватере своих национальных интересов? Азербайджан со всеми своими соседями хочет дружить, и сейчас активно развиваются транспортные коридоры север-юг. Россия заинтересована в этих транспортных коридорах, чтобы дойти до Южной Азии, до новых рынков на Ближнем Востоке. Поэтому это прагматичное сотрудничество, оно нацелено на то, чтобы и Россия, и Азербайджан получали выгоду. И это наши национальные интересы, нам это надо. И я думаю, в этом вопросе мы будем слушаться своих национальных интересов, а не чужих. Но по поводу вашего вопроса, вы знаете, публично западные аналитики, политики всегда критикуют это, ревностно относятся, потому что для них Россия все-таки стратегический враг. Но в частных беседах мне часто говорили, что вот мы восхищаемся, как Азербайджан смог построить такие добрососедские отношения с Россией, как вы смогли найти общий язык с Россией, чего не смогли другие соседи, скажем, России. И даже, я вам скажу по секрету, что были некоторые европейские центры, которые просили, чтобы, может быть, мы для них тренинги проводили. Экспертизу, да? Как работать с Россией. Поэтому в частных беседах они восхищаются позицией Азербайджана. Понятно. Станислав, ваше мнение по этому поводу. Дело в том, что, ну, по моим наблюдениям, эту вот атмосферу, что, мол, если Баку говорит с Москвой, движется в Фарватере, опять же, мы вполне искренне говорим, что мы движемся в Фарватере, азербайджанские. Это делается в том числе на Западе посредством армянской диаспоры, которая это нагнетает, ну, и поддерживается в самой Армении. Странным образом торговый баланс в Армении растет с Россией, как бы это вообще не подвергается каким-то вопросам. А тут, если мы можем говорить с Москвой, нас пытаются показать пальцем и в чем-то обвинить. Как вы это понимаете? Мне кажется, здесь понятно, что Запад старается в всех тех элементах нашего глобального противостояния, где есть возможность надавить, добиться какого-то страха у потенциальных российских партнеров, добиться этого. И поэтому неудивительно, что особенно те государства, в которых сложился прагматичный диалог, взаимовыгодный, те государства в первую очередь находятся под ударом. Посмотрите на Белоруссию, она практически является участником всех тех санкций, которые введены в отношения Российской Федерации. Это неудивительно, поэтому к чести Азербайджана нужно сказать, что ни одна программа, которая у нас была на повестке дня в двухсторонних отношениях, не закрыта. Ни один форум, который был намечен по любой тематике, по культурной, по экономической, по политической, он не закрыт. У нас диалоги на регулярном основе ведутся и по регулированию того же Карабахского конфликта. И что у нас сейчас интересная конфигурация, то есть если какое-то время назад приоритетной площадкой был Европейский союз, Вашингтон, то сейчас, например, Азербайджану гораздо комфортнее работать с Москвой в качестве переговорщика и модератора, а уже Армении менее комфортно, потому что нужно выполнять свои обязательства, которые подписаны в нашем трехстороннем формате. Поэтому здесь, конечно, такие отношения вдвойне цены, которые выстроены на прагматизме и понимании выгодности наших взаимных интересов, а их у нас достаточно много и перспектив для сотрудничества много. Поэтому, мне кажется, вот сейчас наши отношения еще в большей степени переходят на другой уровень, потому что как бы Карабахский вопрос, он все равно был определенным камнем преткновения. Все равно даже позиция медиатора, она для участников конфликта не всегда позитивная в развитии отношений с медиатором, потому что медиатор, он должен быть равноудаленным и от той другой стороны. Соответственно, где-то есть точки, вопросы, по которым отношения могут не совсем совпадать. И медиаторская миссия России в Карабахском вопросе, она тоже не раз была проблемной точкой в наших российско-азербайджанских отношениях. Сейчас ее как таковой нет, да, у нас в силу комплексности и сложности у нас, конечно же, есть вопросы, по которым мы не согласны, есть вопросы, по которым требуются дополнительные консультации, но прагматизм, опять же, тот же, если возвращаться к нему, готовность к диалогу и максимальная открытость, вот чем отличаются выступления президента Эльхама Алиева, потому что он во всем максимально честен и открыт, то есть вся переговорная позиция, которая есть в той части, в которой она может быть опубликована, рассказана, она максимально открыта, вся мотивационная часть такой позиции аргументирована и детально подтверждается, соответственно, с таким партнером вести себя и договариваться гораздо проще, когда у тебя открыта книга, по которой ты, собственно, и решаешь вопросы по сотрудничеству. Да, несомненно, но это характерно для азербайджанской политики сдерживать свое слово и быть предельно честным. Уважаемые гости, огромное спасибо вам за участие. Я напоминаю нашим зрителям все это время наши вопросы в студии отвечал проектор университета Ада Фариз Мазадзе. Спасибо. Большое спасибо. Кроме того, с нами был старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭО РАН, кандидат в исторический конкурс Станислав Причест. Станислав, большое спасибо. 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 Я напоминаю в эфире телеканал ACBC. Была общественно-политическая передача Актуальна сегодня. Я ее ведущий Санан Зайб. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин